Через пункт экстренной связи жители обращаются не только к полицейским, но и к скорой помощи и МЧС. На красную кнопку жители жмут до тысячи раз в год. И не всегда, когда им нужна срочная помощь полиции или врачей. Вопросы задают разные, как добраться до места или связаться с близкими, если сел телефон. В Самаре таких оперативных помощников более 90. Они установлены там, где обычно много прохожих. Площадь Куйбышева, Самара-Арена и Набережная. Аппараты работают круглосуточно. Сигнал поступает в участок сразу. Если сейчас что-то случится с аппаратом, как это вы увидите на мониторе, если камера не будет работать, либо звука не будет? Если не будет звука, то просто отсутствие звука, я пойму, что я с вами не смогу общаться. А если нет изображения, будет темная картинка, написано нет сигнала. Скажите, как по алгоритму вы должны действовать, если вдруг аппарат выходит из строя? Фиксирую время, обязательно передаю в безопасный город. Если необходимость есть, направляем в отдел полиции по местонахождению в Атоль для определения, что случилось с видеокамерой. У любого аппарата есть оператор. Он посредник между жителем и специальными службами. На большом мониторе специалист увиден номер аппарата. Так можно установить, где находится человек. Оператор должен спросить у позвонившего его личные данные. Были случаи, когда необходимо было найти маленького ребенка, который потерялся годика четыре. Мама была без телефона, в растерянном состоянии в таком находилась. И, конечно, мы сразу передали адрес задежурным по территориальности и направили сотрудников к маме. Ребенка нашли. Техника устанавливается на столбах и общественных остановках города. Проверяет ее ежемесячно. Сначала мы соединяемся с сотрудниками полиции, которые диспетчерами. То есть проверяем видеосигнал и звук, то есть голос. Если вдруг какие-то неисправности, то, соответственно, мы уже на программном уровне, уже заходим на самооборудование и там досконально проверяем все настройки. Экстренные кнопки были особенно актуальны во время чемпионата мира по футболу. Иностранцы часто прибегали таким образом к помощи специалистов. Сейчас аппараты тоже востребованы. Ежедневно за сутки поступает от трех до десяти сигналов. Вскоре такие устройства появятся и в спальных районах Самары. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов. События.